Музыка Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья и гости! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня я проведу мастер-класс по выпеканию имбирных пряников на основе жжёного сахара. Очень у многих есть аллергия на мёд, поэтому я думаю, этот рецепт теста очень актуален. Пряники выходят такого коричневого цвета, очень ароматные и нежные. Также в этом видео я вам покажу, как пользоваться трафаретами. Будет очень интересно! Смотрите видео и выпекайте пряники вместе со мной, а также украшайте вместе со мной. Имбирный пряник – это отличный подарок к Новому году! Для пряничного теста нам нужны будут следующие продукты. 500 граммов сахара, 200 мл кипятка, пол чайной ложки соли, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка имбиря, 2 чайные ложки корицы, пол чайной ложки мускатного ореха, 1 яйцо и 800 граммов муки. В сковороду я высыпаю сахар и печаю огонь. Средний огонь. Сахар должен постепенно у нас таять и коричневеть. Смотрите, какого красивого цвета сахара, насыщенного, карамельного. И пряники будут красивого цвета. На медленном огне растапливаем сахар, добавляем корицу, соль, мускатный орех, имбирь. Аромат специй просто потрясающий. Выключаем огонь. Добавляем соду. Огонь я уже выключила, напоминаю. Сейчас наша масса вспенится слегка. Этот рецепт пряничного теста идеально подойдет для людей, которых аллергия просто на мед. Смотрите, как пузырится масса. Не выключаю камеру, показывая полностью весь процесс. Так. Теперь берем кипяченую воду, только вот закипятила, 200 миллилитров. И вот начинаем добавлять тесто вниз. В такой процессе будет, будет пузыриться. Очень аккуратно нужно будет. Все нормально. Размешиваем, размешиваем. Старайтесь брать сковороду с высокими бортиками. И еще добавляем. Как только наша масса успокоилась, смотрите, хорошо размешали. Аромат просто потрясающий стоит на кухне. Добавляем сливочное масло. Я забыла вам сказать про сливочное масло, когда говорила перечень продуктов. Нам понадобится еще 200 граммов сливочного масла. Размешиваем. Масло должно полностью растаять. Масло растаяло. Такой насыщенный темный цвет. Эту смесь нужно остудить. Замес пряничного теста делаем с помощью кухонной машины. Вылили сюда пряную смесь. Она слегка остыла. Еще раз размешали. Насадочкой бухгалка. Можно сделать замес и вручную. Добавляем яйцо. И добавляем муку. Использовала все 800 граммов муки. Снимаем крышку. Смотрите, какое красивое тесто. Оно должно быть таким мягким. А какое оно красивое на цвет. Ароматное. Даже не верится, что в этом тесте нет меда. Ни меда, ни какао. Стили листок пищевой пленкой. И выкладываем тесто на пленку. Собираем тесто в комочек. Оно еще слегка у меня теплое. Тесто на вкус потрясающее. Такое с карамельным вкусом. Ароматное. Специи я добавляла на свой вкус. Со специями вы уже сами как-то там разбирайтесь. Кому-то нравится корица. Смотрите, какое красивое тесто. Я вам советую его положить в холодильник на сутки. Оно хорошо выстоится. Минимум на ночь. И еще в один слой пленки замотали. Вот такое у меня тесто. Тесто с холодильника достаем за час до выпекания. У меня час уже прошел. У меня тесто стояло ночь в холодильнике. Смотрите, какого оно красивого цвета. Янтарного. Часть теста я беру для раскатки. Вот, чтобы вы видели структуру теста. Видите? Еще это мало. Вот таким должно быть пряничное тесто. Пряники я буду выпекать на силиконовом коврике. На нем же мы и будем раскатывать тесто. Это главное правило. Я вам уже говорила. Переносить пряники ни в коем случае нельзя. Слегка посыпаем мукой. И раскатываем. Тесто раскатали толщиной 3-4 миллиметра. Кому как нравится. Теперь берем вырубки для пряников. У меня будут разные. Вот у меня и сапожек. Только главное правило. Помните, я вам говорила. Подальше друг от друга выдавливаем. Дальше у нас идут снежинки. Чтобы при выпекании они у нас не слиплись между собой. Ставим наши пряники выпекаться в разогретую духовку на 180 градусов. На средний уровень. Режим вверх-вниз. Печенье выпекалось 10 минут. Аромат непередаваемый. Сейчас я вам покажу, как сделать пряник, игрушку без формы. Берем круглую форму. Какая у вас есть. Не важно. Теперь берем трубочку. И делаем дырочку. Видите? Прекрасно. Сейчас я вам расскажу, как приготовить пряничную игрушку на елку. Очень быстро, ярко и красиво. Значит, смотрите. Вот этот айсинг, который я обычно делаю. Есть рецепт на канале. Я им только обвожу. Делаю контуры. Потом развожу его водичкой и делаем заливку. У меня это насадочка номер 2. Теперь берем белую заливку, которую развели водичкой. И вот, смотрите, очень просто. Заливаем пряник. Пока нет ничего сложного. Зубочисткой подправим. Я использую корнетики с пергамента. Так намного дешевле и экономней. Главное, их нужно много. Для разных цветов. Как делаю корнетики, есть у меня видео. Теперь смотрите. Берем зубочистку и закрываем. И вот здесь подводим к краю. Увеличиваем камеру, чтобы вы хорошо видели. И теперь смотрите. Не нужно ждать, пока застынет. У нас глазурь. Это самое простое украшение. Красная глазурь. Теперь оранжевая. Кстати, оранжевая у меня нет. Я просто смешала. Каплю красного красителя и капельку желтого. И желтую. Берем зубочистку и смотрите, что делаем. Проводим. Вытираем ее. Берем салфеточку. Теперь в обратную сторону. Смотрите. Берем фиолетовый цвет. Самые быстрые украшения. Нам не нужно ждать. Синий цвет. И зеленый. Нужно еще и правильно сочетать цвета. Это тоже важно. Берем также зубочистку. И только теперь в эту сторону. Дети от этих пряников в восторге. Обязательно приготовьте. Можно сделать даже самое простое украшение. Теперь делаем по-другому. Берем те же. Смотрите. Берем красное посредине. Далее у нас идет зеленое. Дальше идет синий цвет. Снова идет красный. И теперь все ведем от себя. От себя. Только от себя. А деткам. Даже если у вас не все идеально получается. Деткам понравится. Обязательно. Это даже без вопроса. А вот еще одно простое украшение. По кругу ставим точки. Все так же сделали заливку. Только тут надо поспешить. Быстренько-быстренько. Я уже, по-моему, вам показывала такое украшение. Когда есть корнетики, очень просто. По краю обязательно проходимся. Честно сказать, можно и так оставить. Детям понравится даже украшение точками. Но мы уже все-таки сделаем рисунок. Мне нравится, что в этих украшениях не нужно ждать, когда... Смотрите, и пошло. Сердечки, видите, закрутились. Ну, без елочек тоже никак не обойтись. Значит, смотрите. Сначала мы делаем контур. Как обычно. Я даже буду без пакетика. Заливаем айсеньком. Я покажу вам самое простое украшение елки. Ствол никогда не раскрашиваем. Он и так у нас коричневые. Пряники у нас прекрасные. Если у вас дети побольше, у меня просто еще маленькие, можно с ними разукрашивать пряники. Им будет так интересно. Теперь вот зубочисткой расправляем. Зеленый краситель у меня индийский, сухой. Разводила водой, а потом уже добавляла в айсень. А теперь смотрите, как просто дополнительно украсить наши елочки. Берем соляной белый айсень. Делаем вот такими движениями. Также и здесь. Сделаем снег. Берем зубочистку. И вот так еще проводим. Просто это самое элементарное украшение. И вам не нужно ждать, когда пряник высохнет. Вот такие яркие пряники у меня получились. Продолжаю дальше расписывать. А мастер-класс по использованию трафаретов выйдет сегодня немножечко позже. Будет очень интересно. Не пропустите видео. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. И оно действительно будет полезным для вас. Выпекайте пряники. Расписывайте глазурью. Радуйте своих детишек. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А с вами была Ира. И канал Готовим с любовью. До новых встреч. Пока-пока.